Итак, дорогие друзья, всем привет! Сегодня последний урок из Германии, видите, с желтыми тюльпанами, с желтыми тюльпанчиками, и после него я еду сразу в аэропорт, поэтому сегодня будет коротко и быстро. И мы заканчиваем сегодня третью главу, и я вам советую эту третью главу еще перечитать, еще раз ее посмотреть, потому что третья глава, она наполнена глубочайшим, можно сказать, для меня, в третьей главе сконцентрирована в основном, в основном сконцентрирована вообще главная суть Мишлей, вот в этой третьей главе. Все, всем привет, всем шалом, Влад Косов, Яков Шатанин, все. Итак, значит, мы находимся в конце, в конце третьей главы. Мы остановились на 32-м отрывке в прошлый раз. На 32-м отрывке было сказано, что мерзость, тааваи, так как мерзость для Бога порочны, те, которые уходят с путей Торы и уходят на путь порока. То есть, человека может вести, как мы знаем уже, вести против Торы только две вещи в основном. Одна вещь – это сомнения, скептик. О, не знаю, все не знаю. И, значит, недавно я с одним разговаривал с человеком, и, значит, он очень любил свою жену. И он, чтобы ему удобнее было ходить на кладбище, он взял ее, значит, сжег. Сжег, потому что удобно было ее сжечь, чтобы самому было удобно ходить близко к кладбищу. А он ее очень любил. А я ему говорю, а вы знаете, говорю, что душа человека, когда он умирает, она еще находится в теле. И нужно, чтобы она постепенно уходила. Поэтому есть там семь дней вот шивая, это семь дней траура, когда родственники сидят в доме, и душа еще находится с ними. Она не может так выйти из этого мира. Ей нужно время, да. И, значит, а если сжигают, представляете, как это мучается. То есть, это такая боль, такой страх, такое, ну, это страшно. Вот так, знаете, я ему говорю. А он говорит, нет, не знаю, не знаю, говорит, я душу не видел. Я говорю, так есть много же вещей, которых вы не видели. И он такой, ну, он продолжал говорить, не знаю, но видно было, что он задумался. Так вот, первая причина, почему люди не верят в Бога, не верят в душу, не верят в Тору, это просто их скептицизм. Если такие люди, они такие сомнительные люди, да, они во всем сомневаются, скептики. Теперь, вторая причина, почему отходят от Тора или не верят в Тору, это вот эта вот порочность. Что имеется в виду порочность? Порочность это уже конечная точка. А начальная точка, это следование похотям и вожделениям своего тела и своего тела. То есть, Тора говорит, есть разрешенные связи, есть запрещенные, половые. Значит, человек говорит, а я хочу запрещенные. И что мне теперь делать? И он уходит от Торы. Или есть еда кошерная, есть некошерная. Человек может сказать, ну я очень люблю некошерную еду, поэтому я уйду от Торы. Или же он может сказать, а я сомневаюсь. Вот есть Тора, нет Торы. Понятно, да, идея? Вот здесь в 32-м отрывке сказано, что мерзость для Бога порочной. То есть, как ты пренебрегаешь божественным, так же Бог пренебрегает тобой. Ровно мера за меру. Насколько ты впускаешь Бога в свою жизнь, настолько Он с тобой. Насколько ты пренебрегаешь Богом, настолько Бог пренебрегает тобой. Все очень честно. А праведным, прямым, да, в этой шарим судо, прямым Он сообщает свои тайны. Теперь, кто такой прямой? Прямой человек, это тот, который вышел, само слово Исраэль, это в нем есть этот корень, прямой к Богу, прямо к Богу. Когда человек говорит, секундочку, я действительно, я сомневаюсь. Разум человека, это сомневающаяся машина. Но, но, я во всем сомневаюсь, а в Боге нет. То есть, зачем мне сомневаться в Боге, если Бог, это должна же быть какая-то основа, система координат. И вот человек, он говорит, а я буду прямым. Я выбираю, что есть Бог, есть Создатель мира, Он мир создал, Он сообщил. Это называется прямой. И вот таким прямым, которые нашли прямой путь, прямо вот, знаете, попали в золотую середину, в точку. Да, вот есть Бог, и я с ним связан. И дальше прямым Бог начинает сообщать тайны. Оп, урок Торы один, урок Торы второй. Повторил, подумал, почитал, почитал книгу в начале, ну и так далее. То есть, и во всем ты ищешь прямой путь. Ты не начинаешь, там, знаете как, есть люди, которые, вот они себе придумывают. А если Бога нет, ну хорошо, ты хочешь, чтобы не было, давай, живи. А что дальше тогда, что дальше? Дальше человек придумывает себе какие-то другие системы, а эти системы не сходятся. Он живет по закону, а закон меняется. Люди один закон приняли, другой приняли, ну и так далее. В общем, это был 32-й отрывок. Мы повторили. Теперь 33-й отрывок, мы сегодня должны закончить. 33-й, 34-й, 35-й. Значит, 33-й отрывок. Мэйрат Ашем Бебет Раша. Значит, проклятие Бога в доме злодея. Оневец Адитим Иварех. А шатер праведников, он будет благословлен. Помните, вот это есть известное выражение «с милым рай в шалаше». Вот это отсюда. Из 3-й главы притчи, 3000 лет почти назад, это царь Соломон сказал. И с тех пор по всем мировым традициям ходит вот это вот «с милым рай в шалаше». Это отсюда. Значит, проклятие Бога на доме злодея. Даже если, даже если это дом, дом это каменный дом такой, да, злодей, он себе построил крепость такую, охрану взял, все. Проклятие Бога на доме злодея. То есть, был, например, вот на моей памяти было два лидера главных преступного мира русскоязычного, да. Вячеслав Иваньков был такой, и последний дед Хасан, по-моему, его звали, да, Хасан или Хасай. Обоих убили. Вот они были главы преступного мира, которые скрывались, которые у них была охрана, которые их боялись там другие все преступники. И что? Проклятие Бога на доме злодея. А шатер праведников будет благословлен. Теперь мы смотрим шатер праведников, где это. Я знал лично одного праведника, Равыцкак Зильбер, Зихроноп Садик Левраха, упомянут к благословению. Он приехал в Израиль без копейки денег, учитель физики-математики, значит, и каким-то волшебным образом, только изучая Тору, только вообще изучая, обучая Торе. Он, правда, в Израиле работал еще учителем все время, да, он до пенсии работал учителем. Он хотел, чтобы у него было, ну, не хотел он за Тору никаких денег получать. Так вот, значит, у него он был благословлен, то есть у него все дети женились, у него он всегда был веселый. До последнего дня своей смерти он был счастливый, веселый человек, который только радовался жизни. То есть неважно, где находится, в каких внешних условиях находится праведник. Праведник, он все время благословлен, то есть у него, почему он благословлен? Как отличить праведника от неправедника? Например, праведник, он просыпается, первое его слово «благодарен я тебе, царь живой и сущный», он благодарен за то, что проснулся. Потом он произносит за день «сто благословений», «сто благословений», то есть он каждую вещь, которую он берет от этого мира, он останавливается и говорит «благословенты, Господь Бог наш, царь вселенной». И он, произнося эти благословения, он наполняется благодарностью за каждый момент. Понятно? То есть это же красиво эти цветочки, это же красиво это небо. А как красиво? Я помню, я с Рав Бензоном Зильбером, как-то мы были в Америке, и вот Рав Бензон, это сын Равыцкака Зильбера. Мы стояли на 32-й или 34-й улице, она была наполнена вся магазинами ювелирными, бриллианты, бриллианты, такие витрины сияющие. И он стоит такой счастливый, значит, стоит счастливый такой, и говорит «красота-то какая, вообще красота!» Я ему говорю «Рав Бензон, а вам не хочется, ну, чтобы у вас были, вот, быть богатым, вот эти все бриллианты?» Он говорит «ты знаешь, говорит, честно сказать не хочется». Почему? Мы же знаем, что мудрецы сказали «марбе не хаси, марбе да агал, умножаешь имущество, умножаешь заботу». Чем больше имущество, тем больше заботы. И он мне рассказал историю, как один раввин пришел к богатому очень человеку просить деньги на Ишиву. Этот богатый человек его привел к себе в дом, показывает дом такой красивый, картины висят, канделябры там, ну, в общем, красота-красота. И этот раввин, он такой смотрит «да, как красиво, как красиво, вообще, как красиво!» И говорит «вы знаете, говорит, у меня, говорит, перед вами есть большое преимущество в отношении всего этого богатства». Этот богатый человек говорит «какое же у вас преимущество по отношению ко мне относительно этого богатства?» Он говорит «смотрите, красота это, и вы, и я можем ей любоваться одинаково, да, то есть я любуюсь, и вы любуетесь». Дальше говорит «у вас в чем разница? Вы можете это продать. То есть если у вас, не дай бог, не будет денег, вы обеднеете, то вы сможете какие-то предметы продавать, но это вы будете их продавать только в момент, когда вы будете обеднеть. Вам зачем их продавать, если вы не обеднели эту красоту? Значит, то преимущество, что вы можете их продавать, оно, вы будете их продавать только в момент, когда вы обеднеете. То есть это преимуществом сложно назвать. Теперь дальше говорит, но у вас есть недостаток один. Все то время, пока у вас все это висит, вы должны за этим ухаживать и охранять. Вы не можете отсюда сдвинуться. А я, говорит, могу просто прийти полюбоваться, получить огромное удовольствие от того, что я вижу эту красоту невероятную. И у меня нет никаких забот с ней связанных. Все. Теперь, и второе, то, что история, которая объясняет 33-й отрывок, когда проклятие Бога на доме злодея, а шатер праведника будет благословлен. Был такой великий праведник, Хафет Схаим его звали. И он жил в городе Радин где-то около 120 лет назад. И у него был очень бедный дом. Он был великий праведник, ехали к нему со всего еврейского мира, ехали к нему за благословением. У него было, когда он давал благословения, там, рождались дети, выздоравливали от болезни. Ну, то есть, он был невероятно такой праведник, да. И как-то к нему приехал один очень богатый человек за какой-то консультацией, за благословением. То есть, знаете как, богатый это не значит счастливый. Богатый это значит, у него есть много о чем заботиться. Он много получил, и он теперь должен все это тащить на себе. И вот он приехал, этот богатый человек со своими проблемами, зашел к Хафет Схаиму, и видит, у него дом такой очень бедный, прям земляной пол. У него даже стулья вне было, были скамейки такие. И он ему говорит, послушайте, вы глава еврейского народа, вы велите мудрец, почему у вас такая бедность в доме? Хафет Схаим ему говорит, а вы скажите, вы сейчас из Санкт-Петербурга приехали? Это был какой-то прям еврей из Санкт-Петербурга, один из самых богатых в Российской империи. Он говорит, да. Он говорит, а у вас в Петербурге большой дом? Тот говорит, ну слушайте, у меня дворец в Петербурге, у меня дворец там трехэтажный. Ему Хафет Схаим говорит, а вы здесь где остановились? Тот говорит, ну здесь я остановился в гостинице, там лучшая гостиница в городе. Он ему говорит, а вы мебель себе купили в гостиницу новую? Тот говорит, нет, зачем мне покупать мебель в гостиницу, я здесь ненадолго. Хафицкай ему говорит, понимаете, я здесь ненадолго. Я в этом мире ненадолго, чтобы тратить время и силы на то, чтобы обустраивать свое вот это вот недолгое пребывание в этом теле, в этом мире. То есть я здесь ненадолго, поэтому я не буду тратить свое время и жизнь на то, чтобы заниматься украшением этого мира. Хотя, видите, цветочки я поставил красиво, но это история, я же не праведник, я не праведник. Я к этому миру чуть-чуть привязан. А Хафицкай мне был привязан. Понятно. Поэтому праведник даже в шалаше, он счастливый, потому что его совершенно внешние условия никак не расстраивают и не волнуют. И в Талмуде написано, что жизнь педанта и изнеженного это ад. То есть чем более изнеженный человек, чем более он педант и он заморачивается на детали и хочет, чтобы ему все время было все в удовольствии, тем больше ему будет страданий, потому что мир, он не будет под тебя подстраиваться. То есть я знаю людей, у которых дворец, но он все время огорчен, потому что там на сантиметр сдвинуто, там вещь не лежит на месте, там кто-то нагрязнил, тут пятнышко поставили. И они целый день, они просто в панике. Хорошо. Двигаемся дальше. Три четвертый отрывок. Им ла лицим у я лиц, ля навим, ля навим и тен хен. Для насмешников он, Бог, то есть насмехается. Над насмешниками Бог насмехается и скромным, скромным людям он даст приятность, даст милость. Что имеется в виду? Имеется в виду, что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. И каждый человек сам устанавливает своими мыслями, своими словами, своим отношением к людям и к жизни условия, в которых он потом находится. Например, есть люди-насмешники, они над другими насмехаются. А, смотри, какой там этот нехороший человек, этот редиска, этот. И они насмехаются над всеми такими хорошими, важными людьми. Теперь, если они насмехаются над хорошими людьми, то в его окружении попадает друг хороший человек. Он говорит, слушай, не насмехайся, это некрасиво. Ты издеваешься, насмехаешься, критикуешь хороших людей. Тот говорит, а я буду, это я. Хороший человек говорит, ты знаешь, я с тобой не буду общаться, потому что, наверное, ты за моей спиной тоже надо мной насмехаешься. И уходит, перестает с ним общаться. Вокруг насмешника остаются только такие же насмешники, которые всех высмеивают, говорят злоязычие и так далее. И что дальше? С тем ему остается общаться. И он оказывается в мире, который создал себе своими насмешниками. Теперь скромный человек. Скромный человек, это человек, который не возносится над другими. Он уважает других людей. Он их может выслушать. Он им скажет доброе слово. Он никогда не говорит лошонара. Кто знает таких людей, вы наверняка знаете, что с такими людьми общаться в удовольствие. Хочется с ними рядом быть. И вокруг такого скромного человека, вокруг него появляются люди тоже хорошие, добрые и скромные. То есть, с кем поведешься, от того и наберешься, люди общаются с себе подобными. Значит, получается, что насмешник, он создает условия себе, в которых с ним не хочется общаться. Скромный, добрый человек создает условия, с ним хочется общаться. Теперь дальше. А что внутри? У скромного человека, который говорит, слава богу вообще, что я сегодня проснулся, цветочки. Ой, вообще. Надо, кстати, сказать благословение. Ах, вообще, такие цветы, вообще, запах невероятный, красота невероятная. Скромный человек, он говорит, все, что мне есть, это больше, чем мне положено. Я благодарен в тысячу раз за все хорошее, что у меня есть. Это скромный человек. Наоборот, гордый человек, такой высокомерный человек, насмешник, он говорит, все, что у меня есть, это меньше, чем я достоин. Я недополучил. Я недополучил. Цветы, та фигня цветы, вот у нас в Караганде цветы были. Вот это были цветы. А это что за цветы, фигня цветы, говорит насмешник. Понятно, да? То есть, насмешник, он себе устраивает, как бы он все обесценивает, где он отказывается в пустоте. Еще раз, 34-й отрывок. Насмешникам Бог над ними насмехается. То есть, та мера, которую человек меряет, меряет ему. И скромным он дает приятность. И последний, 35-й отрывок в 3-й главе. Значит, Кавод хахамим ин халум. Почет мудрецы унаследуют. Уксилим мерим колон. А ксилим это грешники. У них будет позор. Значит, у них будет позор. Опять же, это продолжение той же цепочки. Смотрите, та же цепочка. Злодей, он защищается от внешнего мира. Он защищается, он строит себе крепость. А ему в этой крепости все равно проклятие. Если он злодей, то понятно, что Бог его и зло его настигнет, в какую бы крепость он ни прятался. А праведник, у которого он добрый, он никому не делал зла, ему даже он себя в шалаше чувствует себя хорошо, потому что он надеется на Бога, и он полагается на Бога. Дальше. Насмешник – это то, как человек общается с другими людьми. Бог над ним тоже будет насмехаться через людей, через события и так далее. Скромному будет приятно. Значит, Бог ему даст приятность, потому что сам человек скромный, он себя принижает и возвеличивает все, что ему дается. Он говорит, класс, вот это класс. Ему приятнее же. Теперь и последнее. Хохамим. Здесь Хохамим – это мудрецы Торы. Тот, кто почитает Тору, тот, кто учит Тору, ему становится все понятно. И Тора, она его поднимает на духовный уровень восприятия мира и себя. И дальше Тора его поднимает к вечной жизни. То есть через мировоззрение Торы, через идеи Торы, через выполнение заповедей, через связь с Богом, через молитву. Человек поднимается, поднимается все выше, выше и выше, и он унаследует почет. То есть у него, знаете, это как воздушный шар, знаете, воздушный шар, вот такая корзиночка, и этот воздушный шар, он надувается теплым воздухом, надувается там делием, каким-то газом таким специальным. И этот делий надувает, 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 оп, и полетел воздушный шар, полетел в небо. Это Хохамим, мудрецы Торы, когда они наполняются Торой, они поднимаются все выше и выше, и все больше соединяются с Богом. А что грешники? А грешников он носит позор. Хорошо, человек пренебрегает Богом, он говорит, все, я в небо смотреть не буду, я буду грешить, говорит человек, не дай Бог, и начинает грешить. Кто вокруг него? Тоже грешники, потому что праведники они отдельно, грешники они отдельно. И он, что значит, его уносит позор? С кем поведешься, от того и наберешься. С волками жить, поволчьи выть. И он опускается все ниже и ниже, потому что хорошие люди, с ним перестают общаться, из-за того, что он гневается, из-за того, что он говорит, лошона раз злоязычие и так далее. Хорошие люди с ним перестают общаться. Им неприятно, кто хочет слушать про себя гадости, злоязычия? Никто. Теперь дальше. Вокруг остаются только люди не очень. А если мы возьмем все утрирум, чтобы понять суть вещей, давайте чуть-чуть увеличим мощность. Если мы поскажем, что человек грешник, и вокруг него одни грешники, самое яркое место, куда попадают грешники, это тюрьма. То есть, тюрьма, если люди нарушают закон, грабят, убивают, насилуют, куда они попадают? В тюрьму. Кто сидит в тюрьме? Такие же, как они. Что они друг другу делают? Они друг друга убивают, они друг на друга гонят. То есть, это я показал крайнюю степень греха. Но если мы возьмем эту всю шкалу между праведником и грешником, то каждый из нас находится на какой-то точке. И у каждого из нас есть свобода выбора, в каком направлении двигаться. Хочешь двигаться на уровень добра? Пожалуйста, не говори злоязычия, радуйся жизни, благодари Бога, благословляй Бога, молись, выполняй заповеди, помогай людям. И тебя начнет поднимать, поднимать, как вот этот воздушный шар, и в конце бах, ты взлетаешь, уже ты от тела не зависишь. То есть, люди, они, понятное дело, что рано или поздно душа выходит из тела. Но когда ты и у тебя, даже при жизни, у тебя мысли были все время связаны с торой, тогда ты в момент отрыва ты такой и взлетаешь. И мудрые хохамим, кого-то хохамим инхалу, почету наследуют мудрецы, укселим грешники, мырим колон, их уносит позор. Все. Грешник в любой момент может стать праведником, если он сделал шву. Все. Давайте скажем, помолимся, чтобы все грешники стали праведниками, вернулись к раскаянию, раскаялись и вернулись к Богу. Все, дорогие друзья, сделайте свои выводы. Главное, к чему надо стремиться и от чего зависит счастье человека, это его духовное состояние. А духовное состояние определяется близостью к Богу, изучением Торы и выполнением заповедей. Все. Удачи, успехов и наполняйте свою жизнь Торой и заповедями. Все. Всем пока. Всего хорошего.